Более ста парней из города и района сейчас служат в рядах воздушно-десантных войск. Есть эскетимцы и в числе студентов Рязанского высшего командного училища. С ветеранами ВДВ у нас очень плотная, большая работа по военно-патриотическому воспитанию. Начиная с января месяца на первоначальную постановку граждан на воинский учет, ребята приходят, всегда проводят уроки мужества. То есть у нас получается, что мы сделали таким образом, что у нас ребята-десантники встречаются с будущими призывниками. Воздушно-десантные войска считаются элитой российской армии. 87 лет назад на учениях ВВС для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение в составе 12 человек. Это и стало началом истории образования ВДВ. Желаю здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям, мирного неба над головой. Быть частью Большого Братства почётно, считает десантник Александр Мандрика. Главное в любой ситуации оставаться мужчиной, не забывать о долге перед Родиной, говорит он. На войну не надо. А чтоб служил, да, я за. У меня и сын отслужил, правда, в ВВС, но на войну не надо. Пусть лучше охраняет. В этом году Искитимский союз десантников простился с тремя сослуживцами. В память об ушедших, минута молчания и возложения цветов. Также десантники возложили цветы к мемориалу воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, и к обелиску на городском кладбище. Даже в сердце синего затерялось, разлилась своим заманчивым цветом. Десантникам, которые внесли свой вклад в развитие города и региона, вручили медали «80 лет Новосибирской области» и юбилейные нагрудные знаки «300 лет Искитиму». Награду нашла и участника воздушно-десантной операции «Кабул-Баграм». Её вручили Алексею Серёгину. Валерию Романову вручили медаль ветерана воздушно-десантных войск. В «Искитиме» решено поставить памятник героям-десантникам. Каким он будет и где именно его установят, сейчас решается.